Всего через каких-то полтора года на месте беспорядочных следов от тяжелой техники, кирпичей и железа будет возвышаться новая школа со стадионом и благоустроенной территорией. А может быть и раньше. Рабочие уже приступили к возведению второго этажа учебного корпуса. Строительство идет с опережением графика на рекордные семь месяцев. В прошлом году администрация уже запрашивала в области дополнительное финансирование, чтобы не снижать темпы работы. На сегодняшний момент финансирование на 2019-2020 год составляет 240 миллионов. Подрядчик порядка 220 уже израсходовал. То есть денег на финансирование ему еще месяц-полтора. То есть вот это наш срок, в течение которого мы должны принять экстренные меры для того, чтобы выбить продление финансирования, вернее не продление, а перераспределение денежных средств с 2021 года на 2020 год. Строительство новой школы идет в рамках нацпроекта образования. На это выделено 582 миллиона рублей. Здание возводит ООО ТСК. Такими темпами уже в апреле подрядчик освоит весь объем средств, заложенных на 2020 год. И если правительство области не пойдет навстречу просьбе администрации, то придется пойти на крайние меры – заморозить строительство. Консервировать это не просто так вот бросили и ушли. Консервирование объекта – это тоже затраты, которые дополнительно лягут на стоимость объекта. И потом это люди, которых можем потом не собрать просто-напросто. Мы очень много затратили усилий, чтобы скомплектовать здесь коллектив нормальный, боеспособный. Строительство идет без выходных и практически весь световой день. Большинство рабочих трудятся вахтовым способом. Они приезжают, работают по 2-3 недели без выходных, потом уезжают. Вот как вы сейчас видите, что здесь на этом блоке, под этом кране затишье. То есть люди уехали у нас на выходные, сегодня после обеда приезжают и продолжают работу. Теплый период года – самое благоприятное время, чтобы сделать кровлю, вставить окна и двери и потом зимой заниматься отделкой внутренних помещений. Управление капитального строительства отмечает высокий уровень выполненных работ и профессионализм руководства ООТСК. Этот объект проверяется и в государственной строительной инспекции. Проверки проходят в штатном по программе проверок. Инспекция отмечала, что подрядчик достойно, скажем так, готовит, оформляет исполнительную документацию. И общее впечатление от строительства на высоком профессиональном уровне. Это отмечено из страны инспекции, и это отмечаем мы из страны УКСа. В связи со сложной экономической обстановкой в стране, правительство региона пока не подтвердило готовность перенести средства 2021 года на текущий. Но администрация со своей стороны прилагает все усилия, чтобы не допустить остановки строительства новой школы. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.